Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире радиостанции «Голос надежды» звучит программа студенческого радио из Заокска. Привет всем, дорогие радиослушатели! В эфире студенческое радио Зао-ФМ. И мы продолжаем вас знакомить с укладом жизни в нашей академии. У нас есть радио, у нас есть газета, а еще... А еще у нас есть студенческая ассоциация. Вот только ради всего этого уже стоит приехать в Заокске и учиться здесь. А в том, что же такое студенческая ассоциация, нам поможет разобраться особый гость – ее президент. Чувствуете уровень? Да-да, у нее даже есть президент с настоящими выборами. И вот он у нас в гостях. Ну а пока мы прослушаем музыкальную композицию. Заходите на сайт нашего университета. Боже, стою при Тобой на коленях. Слезы текут, я молю о прощении все. Чем была жизнь полна. Все, чем я жил и к чему я стремился, В миг унесло, и мне нечем хвалиться. Лишь Тобой, к Тебе, мой Бог, хочу туда. Туда, Цветы роняют чудный аромат. И глаз не видел, как Цветет Эдемский сад. Я хочу туда. Бог, возьми меня. ЗАУ-ФМ Стремлюсь душой, к святой отчизне. Живу мечтой о вечной жизни, что? Мы с тобой, мой Иисус. Трудно идти, так бывает порою. Я вас несусь над унылой землею. Улечу навстречу в небо навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Снова с вами студенческое радио, друзья, и сегодня у нас очень необычный гость. Сегодня в гостях у нас студент Богословского факультета, четвертый курс, и, внимание, президент студенческой ассоциации. Вот, как это гордо звучит. Да, перепелица Антон Валерьевич. Здравствуй, Антон. Привет. Привет. Можно я пожму тебе руку? А мне с вами на вы обращаться? В неделю теперь мы их не буду. Ах, оставьте. Что вы, что вы? Потом автограф дадите. Значит, захожу я где-то неделю к тебе в комнату назад, и там твой сокамерник говорит такой, ну что, на прием к президенту я такой, ха-ха, возгордились. Вот, сегодня мы будем о многом с тобой говорить, о студенческой ассоциации, о том, каково же быть руководителем, вот, и о многом-многом. Антон, для начала нам нужно понять, что такое студенческая ассоциация. Студенческая ассоциация – это группа молодых людей из числа студентов, инициативных, и которые взялись возглавлять какие-то отделы, в которых есть нужда, вот, здесь, в нашей жизни студенческой. Ну, а в чём суть заключается? Суть заключается в том, что… Даже суть студенческого самоуправления, так, поумнее спросим. Хорошо. Вопрос, вопрос вам на вопрос, как съесть слона? Вот, в принципе, мы… Я знаю. Да, как? Взять и съесть. Взять и съесть. Ну, он тебе не поместится весь, одной тебе, понимаешь? Кажется, я не в теме. Да. Ты немножко не в теме. Ну, вопрос в чём? Вопрос в том, что съесть слона самому не удастся. И существует студенческая ассоциация, команда. Слон – это в данном случае проекты, какие-то глобальные цели, какие-то мелкие, такие повседневные. И я понимаю, что сам я никак это не потяну. Есть инициативные люди, молодые люди, которые готовы помогать и участвовать, и делить всё поровну, скажем так. И по кусочку мы съедаем этого слона. Сразу видно, президент притчами говорит. Хорошо, Друг, а сколько вас там трудится? Вот самый костяк. Трудно сказать, потому что всё ещё в процессе становления. Я не знаю, что подразумевать под костяком. Для меня сейчас самого это вопрос, потому что костяк, я так понимаю, это люди, которые в этом хотя бы чуть-чуть тоже заинтересованы. Есть некоторые, к которым я подхожу, и они мне, знаете, как будто одолжение делают. Вот я не считаю, что это работа в студенческой ассоциации. Поэтому, ну, большинство, это буквально один человек такой, и без имен. Большинство это ребята, которые ответственные. Ну, человек 13-14 у нас получается пока команда. Это не предел, потому что мы развиваемся, мы растём. Так, включаю внутреннего психолога, ты у нас реалист. Вот, смотришь на проблему реально. То есть проблемы есть, да? О них мы обязательно поговорим, друзья. Но это впереди. Сначала о позитивном. Подожди, можно я другой вопрос задам с первого? Тебе, ты реально хотел стать президентом? Или ты стал, потому что, ну, выбрали так меня на выборах, так студенты захотели, поэтому я и стал? Я, если честно, даже не думал о том, чтобы быть президентом до того, как не начались эти выборы. Потом, когда услышал, что меня выбрали, не знаю. В смысле? Прямо услышал, что тебя выбрали? Ну, в смысле, что меня выбрали в качестве кандидата. Кандидата, да. И сначала это вызвало у меня смех. Почему? Улыбку. Потому что я никогда об этом не думал. Потому что я не видел себя в роли президента. И потому что, скорее всего, как мне кажется, это сделали, зная мой юмор, сделали тоже как бы с таким вот умыслом, чтобы чисто поржать. Да, и поэтому, ну, я тоже человек с чувством юмора. Я говорю, вот слушайте, вы меня выдвигаете, а я ж могу и согласиться. Ну, а дальше события начали развиваться немножко иначе. Я понимаю, что это дело серьёзное, не просто так вот посмеяться, а серьёзное, ответственное занятие. И поэтому я начал молиться, и так серьёзно молиться о том, чтобы Бог показал мне свою волю. А что входит в твои обязанности? В мои обязанности входит следить за всем, чтобы в студенческой ассоциации кипела жизнь, чтобы проводились мероприятия, как среди недели, так и какие-то глобальные. Вот, это основное. А студенческая ассоциация только в Зоовске существует или ещё в других местах? Ну, например, в Буче. Ну, подожди, я так хотел красиво этот вопрос задать, а ты меня обломал. А я хотел... Мы же знаем, что ты не здешний, что ты приехал к нам из... Ну да, это я... Вообще, я не знала, что он не здешний, я думала, он здешний. Он два целых года учился в украинском... Как правильно вот это вот красиво? В гуманитарном институте это было, когда я учился, да? А сейчас как-то по-другому они называются. Да. Ты расскажи, есть ли там студенческая ассоциация, как у нас в Зоовске? Ну что, у кого красивее вышло? Мы все клёвые. Вы, да, вы молодцы. Ну, насчёт студенческой ассоциации я не знаю. Я знаю, что президент там точно есть соответственно, и студенческая ассоциация тоже должна быть. Но я же говорю, вопрос по поводу президентства до недавнего времени меня вообще не занимал, потому что я об этом даже не думал. Ну, есть, да, в Буче президент. Ну, думаю, ну, есть, и хорошо, что есть. Ну, в Зоовском тоже знаю, вот Лёшу застал, когда он был президентом. Ну, тоже хорошо, что есть. Лёша Кукета? Да. Да, Кукета. Ну, а тут до меня уже дело дошло. Вот мы вспомнили Лёшу Кукету, давай вспомним прошлый год. Вот как ты смотрел на работу студенческой ассоциации в прошлом году? Вообще, чем она отличалась от сегодняшней работы? Потому что я первокурсница, я вообще не знаю, что было тут. У Лёши больше акцент был на миссионерской работе, да, может быть. Ну, это я лично своё видение говорю, как у меня. И это здорово, то есть он развивал больше в этом направлении. Некоторые моменты были по поводу организационных вопросов, которые у нас отличались. Например, вот я Лёшу пригласил быть в списке студенческой ассоциации, да, в числе её составляющих. И он говорит, нет, я, наверное, откажусь. Почему говорю? А потому что у меня там жена, у меня это надо быть постоянно на ваших встречах студенческих. Я говорю, не обязательно постоянно, мне главное, чтобы ты… То есть я ему предложил быть миссионерским руководителем, потому что он этим живёт, он этим горит, я вижу. И таких людей мне и нужны. Он говорит, ну нет, это же у вас постоянно надо быть. Я говорю, не обязательно, главное, чтобы оно работало, понимаешь, вот этот вот кружок твой, это служение. Он говорит, а меня это так напрягало, вот если кто-то не приходил. Я говорю, без проблем. То есть вот в этом отличие есть, то есть какие-то внутренние построения самих вот этих межличностных, может быть. Кстати, по поводу работы. Даник, ты чувствуешь работу студенческой ассоциации? Ну, конечно, чувствую. Пока слабоватенько, потому что она только раскручивается и набирает обороты. Вот ещё не перешла на вторую скорость. Антон, а ты как считаешь, чувствуют ли студенты? Ну вот после Данилова, как правильно? Данилового. Данилова. Изречение. Вот я, допустим, чувствую вот эти ужины, которые сегодня будут по четвергам, особенные в стиле там джаз. О, сегодня будет ужин в испанском стиле. Вот. Вот это студенческая ассоциация постаралась. Но вот пока больше ничего. А бутылочки приносят нашим сёстрам. А ещё игра «Тайный друг». Вот. Что-то уже есть, но, надеюсь, будет больше. А как ты думаешь, в общем, вот это моё мнение, а в общем-то студенты чувствуют ваше действие? Надо у них спросить. По крайней мере, некоторые ко мне подходили и говорят, вот, видно, что у нас есть президент. Вау. Да. Здорово. Это почётно. И, значит, Антон, такой тебе вопрос. Как ты думаешь, что нужно реально изменить в ЗАОКском? Вот. И что вы сможете изменить со студенческой ассоциацией? Ну, скажем, то, что есть у нас в планах, это касается бытовых вопросов некоторых духовных. Например, бытовые. Бытовые вопросы. С сегодняшнего дня столы в столовой будут стоять уже немножко. Ура! Наконец-то! Да, навсегда. Ничего себе. Мы говорили вчера с Ольгой Викторовной, она дала добро, и слава богу. То есть она сама заинтересована в том, чтобы… Менять что-то. Менять что-то, да. После первого ужина в четверг действительно всем студентам так понравилось, как были расставлены столы, но, к сожалению, нам не разрешили оставить так, и поэтому… И вот первая перемена. Обалдеть, это классно. Так, пока ставлю плюсик, идём дальше. Да. Ещё, что касается бытовых вопросов, хотелось бы аквариум поставить в столовой же опять. Аквариум настоящий? Да, настоящий. А ты привыкла, что у нас… Настоящий и желательно большой. У меня в прошлом году, признаюсь, в комнате был аквариум. Было 15 рыбок, осталось две. Да, не голодные. Поставить отработчика, да, который будет ответственным. Чтобы не было как с моими рыбками. Как с твоими рыбками, да. Можете меня поставить? Нет, пожалуй, нет. Здорово. Вот, что ещё из бытовых вопросов? Улучшение жилищных условий студентов. Вот это тоже одно из главных, мне кажется. А поконкретнее? Мы уже прошли все комнаты практически. Все, кто был дома, мы прошли. Это около 80% из всех студентов, которые живут в общежитии, всех посетили, записали, кто в чём нуждается. Допустим, у кого-то там страшная ванна, отшелушивается уже та шпаклёвка и так далее. Вот, сейчас составили таблицу. У нас дождь идёт в ванне постоянно, вот честное слово. Да, составили таблицу, и теперь это всё в цифрах подсчитываем, потому что в бухгалтерию, когда мы будем идти, мы понимаем, что там языками слов, там языком цифр говорят, скажем так. И там, если конкретную цифру ты говоришь, тогда да. Это что касается улучшения жилищных условий. Ну, пока то, что сделали, это как минимум утеплили немножко окна студентам, потому что действительно дует, а вот эти утеплители, они хорошо помогают. Получается, бытовые вопросы будете прорабатывать. Отлично. Да. Так а помимо бытовых, нужно же ещё какие-то в плане духовности, миссионерства, может быть, есть какие-то планы? Да, миссионерство есть. Есть, чтобы наши студенты не варились в собственном соку даже в те же субботы, хотя у нас интересно по субботам, здорово, но выезжать куда-то в другие общины близлежащие, это есть тоже в планах, и это уже сейчас начинает реализовываться. То есть группа студентов молодых собирают команду на субботу, одни, допустим, выбрали, я там спою что-то, я открою субботнюю школу, я там проповедь скажу и так далее, полностью у них служение на них. И они приезжают в близлежащие от Заокского общинки, небольшие церкви наши, и там проводят богослужения. Это что касается таких вот больше к церкви. А миссионерские непосредственно… Благотворительность, может, какая-то. Благотворительность. Ну, занимаются у нас девочки от Насиба, детский дом, да, они занимаются с детьми, поездки в Бутиково есть. Да, и так далее, и тому подобное. Вы спрашивайте, я могу долго говорить. Ты говори, мне интересно. Друг, отлично, значит, куча изменений планируется. Вот главное, чтобы не было, как у наших светских властей. Много говорят перед выборами, а потом что? А потом иногда бывает тишина. Вот, мы надеемся, что вы другие, что вы все, что наобещали, все сделаете. Ну, мы тоже так надеемся. Я для себя выписал то, что говорил в предвыборной кампании, и ставлю уже галочки, что из того, что я говорил, уже сделано. Отлично. Вот, чисто самому интересно, приятно будет, когда в конце, допустим, года моего вот этого выборного, я покажу, вот, смотрите, голосовали, вот что обещалось, вот что сделалось. Реально показать, без всяких там этих… Приукрас. А каким ты видишь заоски в будущем, вот после ваших реформ? Хочется, чтобы, ну, опять же, что-то меня на бытовые потянуло, чтобы у нас… А на болевшем, а на болевшем. Да, да, чтобы у нас была своя скважина или хотя бы колодец. Мы уже с Дмитрием Витальевичем об этом говорили. Оказывается, когда я к нему пришел с Эриком, как бы от студенческой ассоциации, у него эта идея уже сидела в голове, и они хотят эту же идею сделать, ну, как бы от Скайдома. Ну, мне как бы все равно, кому лавры припишут. Главное, чтобы оно было, понимаете? Вот своя скважина. Ну, и в принципе, то, что сейчас есть, мне нравится. Нужно только это развивать, доводить до ума. Эти миссионерская направленность, богослужения, какие-то вот вечера там в кухне, да, и так далее, и тому подобное, спортивные мероприятия. То есть вы еще и развлекаете молодежь? Ну, как же без этого? А куда без этого, да. Это же молодежь. А футбол, который состоится в субботу, это тоже вы организовываете? Небольшая помарочка. В эту субботу у нас будет большущий, интереснейший турнир Заокской футбольной ассоциации. Вот я и ответил на этот вопрос, да? Да. Да. У нас есть много ассоциаций, в том числе Заокская футбольная ассоциация. Но в плане спорта вы будете что-то делать? Или это все оставите на футболистов наших? Нет, в плане спорта есть одна задумка, я сейчас ее так озвучу, как бы наперед, вам по секрету. По секрету и всему свету. Самое свежее и самое интересное на студенческом радио ЗаВФ. Да, вам и всему свету. Вот. Есть в планах у нас провести хотя бы один раз в месяц проводить спортивную молодежку. То есть заранее это оглашается, это будет в МФК, в спортивной форме народ приходит. И какие-то типа вот общелагерных игр. Классно. Очень интересно, да. Такого, по крайней мере, я еще не помню. Ничего себе. Глобально мыслите, друзья. Хорошо, много планов. Давайте теперь спросим тебя о том, как же это сделать, какими силами. Планируете ли вы сотрудничать тесно с администрацией, либо верите, что справитесь сами? Нет, без администрации никуда. Это главный наш спонсор. Ну, над ними выше только Бог для меня, понимаете? Вот Богу мы молимся, слава Богу, он помогает. А ассоциации, конечно, ой, администрации, куда без них? С ними сотрудничаем. Я чуть ли не каждый день бываю у Дмитрия Витальевича. Вот. Я хожу ко всем представителям, кому только могу. Вот вчера к Ольге Викторовне, как к директору столовой приходил. И, конечно, без них никуда. Естественное сотрудничество. Да, да. Хорошо, друг, а теперь расскажи, собираешься ли ты выращивать вот преемника этакого? Думал ли ты уже о вот следующем-следующем году? Он только начал. Да, да. Нет, я думал об этом. Да. Хоть и только начал. Я вижу в роли такого человека Тимура Шамсадова. Вот. И поэтому я предложил ему быть моей своего рода правой рукой, то есть он казначей в студенческой ассоциации. То есть ты уже задумывался об этом? Я задумывался. К тому же, если мы поедем хором, допустим, в Сербию, намечается поездка. Камерным хором. Камерным хором, да. Я уже, это будет в 20-х числах марта, я уже Тимуру сказал, что, Тимур, будь готов. Вот, возможно, там недели у меня не будет. Ты полностью уже на тебе будет, как бы, вот эта вот студенческая ассоциация и тому подобное. То есть я его готовлю потихоньку вот к такими шагами. А как в студенческой ассоциации относятся к инициативам? Вот пришел студент с идеей, собственно, высказывает ее, а идея масштабная, там нужны деньги, нужны иллюзии. Как вы с таким студентом обойдетесь? Нет, ну здорово. Они тебя послушают. Только за, только за. Почему? Потому что главная идея, да, а потом уже, исходя из этого, будем там, либо деньги. Ну, например, вопрос встал насчет скважины. Надо сделать скважину. Ну, начали узнавать, это около 160 тысяч рублей. Это как минимум, понимаете, это самый минимум. Но, тем не менее, это нас не остановило, начали дальше узнавать. Вот, и то же самое, то есть это сам принцип, понимаете? То же самое касается и всех других вопросов. Идеи только приветствуются. Здорово, друзья. Если у вас есть идеи, вперед, студенческую ассоциацию, и вы измените мир. Теперь давай немножко о мире. Немножко поговорим о твоей личности. Вот, изменился ли ты, когда стал президентом? Потому что это, я думаю, большое искушение. Не стать, может быть, гордым в какой-то... The president of student association. Это же просто не возгордиться сложно. Ну, я так скажу. Если к концу своего срока я перестану с вами здороваться или как-то свысока на вас посмотрю, можете плюнуть мне в лицо. Ой, зачем так жёстко? Мы добрые ведущие. Да, ну тогда как-то... Помягче. Помягче, да. Плюнуть помягче. Хорошо. Хорошо, замечательно. Но мы поговорили о негативном влиянии. А есть ли позитивное влияние на твой характер вот этого вот поста? Есть, позитивное есть в том плане, что никогда не знаешь, на что ты способен, пока вот не начнёшь это делать. То есть я, это для меня был такой же своего рода шаг веры. Пойти на этот пост, скажем так. И когда начинаешь делать, тогда реально ты видишь, как у тебя получается, как у тебя проявляются какие-то, я не знаю, способности. Скрытые таланты. Да, скрытые таланты, которых дальше раньше и не думал, что они, может быть, у тебя есть. И самое интересное, появляются откуда-то силы и энтузиазм это всё делать. Это сила от Бога. Ну да, да, я понимаю это. И мне это очень нравится, потому что ты вроде бы уставший, да, но у тебя такое удовлетворение от вот этого сотрудничества, там, со студенческой ассоциацией, с другими студентами, когда видишь, что какие-то проекты делаются, и классно, заряжаешься этим сам. Можешь ли ты сказать, что ты стал ближе к Богу благодаря тому, что... Нет. Нет. Пока нет. Я вам серьёзно говорю, как есть. До этого мы записывали тему искренность. Вот спасибо тебе за искренность. Ну, насчёт этого всегда пожалуйста, да. Хорошо, и, наконец, два главных вопроса сегодняшней передачи. Отвечай честно. Первое, хотел ли ты, мечтал ли ты в детстве стать президентом? Вот чего угодно. Вот все мечтали. Даник мечтал, например. Я мечтал. Нет, в детстве я не мечтал стать президентом. Ничего себе. И вопрос второй. Планируете ли вы сотрудничество с ЗАО-ФМ, студенческой ассоциации? Он уже это делает. А что-нибудь такое ещё интереснее? Да, я предлагал Софии, как представительнице ЗАО-ФМ, быть в студенческой ассоциации. Она пока отказала. Вот буду кому-то предлагать из вас дальше. Ясненько, ясненько. Конечно, планирую. Замечательно. Мы это поддерживаем. И, Антон, у нас есть такая замечательная традиция, что каждый гость должен оставить какое-то пожелание нашим радиослушателям. От имени всей студенческой ассоциации. И вот ещё немножко сразу ассоциация. Президент за пять минут данного года делает пожелание всей стране. Давай, брат, дерзай. Твой звёздный час. Уважаемые радиослушатели. Ну, в общем, ладно. Желаю вам никогда не сдаваться. И Бог во всём поможет. Кратко и просто. Большое спасибо. В эфире у нас сегодня в гостях был президент студенческой ассоциации Антон Перепелица. Большое тебе спасибо. Пока. Пока. Пока-пока. Приезжайте учиться в Зоокске. Здесь действительно очень круто и классно. Учитесь, служите, вдохновляйте. И слушайте Зоо-ФМ. С вами были ваши Зоокске ведущие Светлана. И Даниил. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наша передача на этом заканчивается. Ждем ваши отзывы об этой программе. Пишите нам по адресу 127 473 Москва, абонентский ящик 3, христианская радиостанция «Голос Надежды». Адрес нашей веб-страницы в интернете – www.golosnadежды.ru До свидания. Господь да сохранит вас всех от зла. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok